Итак, всем привет! С вами Вулф, и я тут подумал сегодня, что давно не было видео про андроид игры. У меня же есть три варианта, про что можно записать обзор сегодня. Вот, к примеру, я хочу записать обзор про сталкер андроид. Это гость с ПК, который пока что даже ни одной ногой в андроид устройствах, потому что мало чего еще перенесено. Пока сделана только одна локация, и пока что еще нет сюжетной линии. А так все остальное, в принципе, уже сделано. Вторым я собираюсь записать Occupation Donated, очень прикольная игра, с прикольным таким приключением от третьего лица к виду от первого лица. И World of Tanks Blitz, ну, World of Tanks на андроид. Итак, Project Stalker. Последний билд можно скачать в группе ВКонтакте. Там и есть все последние новости о проекте. Вот, как мы видим, не предназначены для продажи. И можно в опциях уже менять разрешение экрана и качество картинки самой. Вон, у нас есть, вот, сбоку. Тут не видно колесико, которое крутится. О, вот, так вот более-менее не видно. Вот. Чтобы было видно, грузится игра или зависла она на месте. Ну, очень удобно, одним словом. Да. Ну, вот, с момента предпоследнего билда до нового прошло около месяца. А вот, короче, после того билда, который можно было найти вообще очень много везде, практически на каждом сайте, то до выхода нормального билда прошло очень много времени. Видите, у нас есть тут квест. Квест убить пять слепых псов. И если мы их убьем, то... То будет такой вот... Прикол то, что убей 2014 псов, досмотри, не умри. Ну, у разработчиков есть чувство юмора. И оно проявляется в одной... Еще... Короче, в одном месте. Я вам это покажу. Для этого мне понадобится оружие. Вот. Вы скажете, что я делаю. Я пытаюсь достать хабар, так как... В этой версии уже, как видите, можно подбирать предметы, зарезать в сундуки. Открывать можно даже газовую плиту. Ай. И уже у нас сейчас, как видите, болт. Чего не было в прошлой версии. Есть нож. Тоже чего не было. Мне вот нравится вот такая вот штука. То, что... Если мы вот, к примеру, возьмем какое-нибудь оружие. Ну, административное оружие. Мы нажмем на иконку с оружием. И тогда он начнет его перезаряжать. А если вот, например, у нас болт. Вот, смотрите. То можно вот так подкинуть. Чего он пока мы не видели. Это очень прикольно. Как видите, у нас есть инвентарь. Два новых датчика. Датчик жажды. Датчик голода. Что тоже очень прикольно. Добавляет некой такой хардкорности. Но, по крайней мере, для этого... Для утоления у нас есть лимонад. Вот, видите, ПМ. Обрез. Тут есть еще два новых оружия. Вот, сейчас смотрите. То есть, не надо слушать. Вот. У обреза поменяли звук. В предыдущем билде был звук от ПМа. О, точно. Я же не показал еще аномалии. Самое основное, практически, что тут добавлено. К Сидору еще не буду заходить. У него там все уж пистолет. Водка. Ну, тут радиации нет. Так что мне водка-то не особо нужна. Вот. Тут вот около вот этого прохода есть. Электро. Красиво выглядит. Да. Я не думал, что проект дойдет до такого. После того, как очень много времени не было новостей. После того старого билда. Я уже думал, не забросили они проект. Так нет. Они работали. Работали. Так как они проделали очень многое. Добавили сталкеров уже. И это уже достижение. Как видите, мы можем открыть. Ну, тайничка тут нет. Но все равно прикольно. Анимацию такую вот они выполнили очень хорошо. Так что же за новое еще оружие. Мы можем на АТП. Ну, думаю, помните, что такое АТП. Просто в миссии волка. В оригинальной ПК-версии было задание. На АТП расстрелять бандитов. Так вот. Тут на АТП можно найти АКМ в сундуке. Простой АКМ. И где-то можно найти АКСУ. Его я вот не нашел. Так как это было очень трудно. Ставило некую такую трудность. Сейчас я иду вот на блокпост. Там есть бандиты. Посмотрим, как они к нам относятся. Так как есть такой баг. То, что NPC на нас как-то нейтрально. Нейтрально смотрим. О, нет. Они нормально. Так. Жалко, что я АКМ не взял. Ну, ладно. Блин. Далеко не бьет. И тут есть автоприцел. Что очень хорошо. Так как ведь в шутерах на Android без автоприцела очень трудно. Прицелиться вообще практически невозможно. Тут вот, как видите, смена дня и ночи. Чего тоже не было в оригинальной версии. Мне это нравится даже. Упс. Мутанты. Только мутантов нам тут не хватало. Ладно. Вернемся пока на кордон и двинемся на АТП. Короче, вот на этом блокпосту можно найти один артефакт. Ну, это такой прикол. Называется он... Короче, можно его найти в унитазе. Вы, наверное, помните. Унитаз на блокпосту находится. Называется сейчас... Как он называется-то? А, говно неожиданное. Спросите, почему? Ну, это такой прикол, как бы. Это артефакт. Там добавлено спешное описание. То, что очень полезен при употреблении. В нем содержится очень много минералов. Ну, прикольно, короче. Тут есть одна пасхалка. Которую я вам попробую показать, кстати. Так вот, не знаю, не помешает ли нам мутанты. Так как охотиться на мутантов тут пока еще не очень удобно. Тут уже есть кабаны и псы. Есть, кстати, еще один мутант, который на нас не агрится. И он вообще, ну, не считается как бы мутантом. Это пасхалка, про которую вот я вам и говорю. Ой, мутантов нам еще тут не хватало. Потому что вибрация делается, когда нас атакуют. У нас, к тому же всего, одна аптечка. Блин, мы пропустили хороший тайник. Слева вот в этом вагончике был сундук, где можно было найти три научных аптечки. Так, думаю, сначала нужно двигать на АТП. Потом уже раздобудим АКМ и вернемся к блокпосту. Уже поздно. Тут еще жалко, нету фонарика. Ну, ладно. Без фонарика тоже можно жить. Хотя, очень трудно. Добавлены очень приятные такие звуки устрашающие. Музыка. Упс, 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 упс. Они загрелись на нас. Упс, баг не действует. Игра работает полным ходом. Блин. Придется использовать нашу аптечку. Где этот бандит был? Нужно отойти подальше, чтобы они у нас не попадали. И на всякий случай присесть. Подумать, что это такое? Мутанты, что ли, атакуют вначале. А то в первый раз, когда я подошел, они на меня вообще никаким образом не агрились. Подхожу, вижу, что-то они на меня вообще внимания не обращают. А это просто баганулись немного. Блин. Сейчас. Так. Блин, где он вообще? Этот бандит. Надо с этого начать, который тут. Их тут, кстати, даже двое. Тут все, четыре бандитов. Вот тут плохо. То, что когда смотрю боком, их хорошо видно. Когда смотрю прямо, вообще никак. Так. С них можно... Ой-ой-ой-ой. Походу, дело плохо. Вот этот немножко залагал. Хотя я тоже. Управление... О, блин, только не это. Этот баг с управлением. Только не он. По-моему, все, более-менее. Все, мы его замочили. Как-то у нас произошел какой-то... Клюк, баг. Мы выстрелили в него очередью. Где-то около... Трех патронов в него всадили. Из одного выстрела. Упс. Еще один. Конечно, из меня стрелок не очень. Но я его все-таки подстрелил. Так, сейчас мы рискнем напасть на этих. Кстати, тут есть один такой... Такая возможность, то что мы можем при... Идти в приседе и в это же время прыгать. Не знаю, это... Добавляет ли удобности или... Что-нибудь вроде того. Так. И последний. Так вот, где этот последний? А вот и последний. О, все. Так. Подойдем поближе к костру. Чтобы было посветлее. И можно было переждать ночь. Так как ночью тут лучше не соваться. Как-никак мутанты есть. Вот с утра мы возьмем АКМ. И двинемся. Покажу вам пасхалку. Пасхалка очень прикольная. Не знаю, может вы уже догадались. Может где-нибудь уже видели. Так как обзоры уже были. На этот билд. Как видите. Подойдем поближе к костру. О, смотрите. Динамично. Раскрашен на ствол. Блин. Как же мне нравятся эти посиделки около костра. К тому же вот. Теперь мы можем убирать вообще оружие. Да. Так вот что-то в этой версии. Я не видел как сталкеры играют на гитаре. Волк у нас теперь не стоит на месте. И просто разминается. Он может даже ходить. Может сесть около костра. Послушайте анекдоты. Может вообще уйти в бункер. Ну там два бункера есть. Может зайти в бункер и там сесть. Просто в стену ткнуться и ничего не делать. И так сидеть там. Конечно. Минусом. Нет. Я имею ввиду не этот минус. То что мы не сгораем. Да мы тут и не разбиваемся. Минусом основным считается то что нельзя сохраняться. Так же как. Ну демоверсии в основном. Да. Хотя даже в версии ПК в билдах нельзя было сохраняться. Это вообще ну короче особенность всех билдовских разработок. В основном всех игр. Вот. Ну и он светлеет начало. Или мне это опять кажется. Вот сейчас мы как следует рассмотрим наш инвентарь. Так аптечку. Так аптечку которую мы уже съели. Стоит 1000 рублей. Весит 1 килограмм. И описание. Универсальный медицинский набор позволяет справляться с пулевыми ранениями и травмами различной природы. А хлеб 100 рублей. Масса полкилограмма. И описание. Хлеб. Просто хлеб. Пекарни в зоне работают без перебоя. Да. Чувство юмора у создателей игры. Есть. Определенно. Как видите у нас тут несколько пунктов. В этом пункте у нас точно есть. Ну тут еда. Медикаменты. Тут тоже есть. Если мы подбираем какое-нибудь оружие. То тут у нас размещаются. Гранаты. Патроны. Патронов пока нет. Поэтому тут ничего. Комбинезоны. И части мутантов. Ну как видите мы все время ходим в свитере. У нас жажда. Стоп. А. Не знаю. Надо съесть наверное хлебушек. По-моему в том сундуке что-то должно есть. Но там ничего не будет видно. Так как сейчас темно. Даже не страшно. Просто вообще ничего не будет видно. Ночью тут есть фонарик. К тому же. Вообще не видать. Как видите. ПДА тоже. Немножко переделали. Ничего такого. Но. Кроме того что поменяли. Сам значок. Нашего персонажа. Не поменяли. Время как было так и осталось. Приближать. Ударить нельзя. Передвигаться тоже. Читать о себе нельзя пока что. И различные записи. Ну. По крайней мере есть ПДА. Так. Тут у нас ничего. Что я еще такого про сам это не рассказал. Так. Земля. Ну вот насчет кордона. В предыдущем билде. Они вообще молодцы. Сделали так чтобы не проваливались. В зданиях. Добавили сталкеров. Вот. Добавили уже враждебных NPC. Мутантов. К тому же. В старом самом билде. Я не говорю про террариум. Или как он там назывался. Сюрвариум. По-моему террариум. В котором вообще просто ходишь с пистолетом. Можешь только прыгать и ходить. Другого ничего нет. Там только по-моему. Как-то. Вот этот вот вагончик. Который я сейчас пропустил. Даже лагерь новичков не прорисован. Просто такими полосочками. Сделан. Вот так. Ничего не прорисовало. Вот. Деррия по-моему не такие были в оригинальной версии. Вот. Сейчас реально начало светлеть. Кстати. Насчет звуков оружия. Ну у болта в основном нет звуков. Вот у нож. Звук такой как и был. Только вот жалко что при нажиме на прицел. Он нас не бьет таким сильным ударом. Ну ничего. Так. У пистолета как и был так. Стало нормально. У обреза исправили звук. Только вот у АКМ. Не знаю какой АКСУ. А вот просто АК-74. Звучок немножко недоделан. Когда мы стреляем все нормально. А вот когда перезаряжаемся. Слышно как мы вытаскиваем рожок. Как мы вставляем новый. Но это звук опережает действие. Я вам это сейчас покажу. Сейчас посмотрим. Последствия. Видите? Вообще ничего не видать. Поэтому скорее бы добавили фонарик. Но мутантов тут в основном трудно заметить. Их можно видеть около кордона там на дороге. Так. Наверное на камере у меня видно. С самой игры не видать. Поэтому лучше подойду снова к костру. Где посетлее. Да. Вот почему я не очень люблю выходить из светлых мест. Так. Ну пока интеллект NPC не особо развит. Они только умеют стрелять. Хотя иногда багаются. И даже не стреляют. Так. Вот этот вот прицельчик. Пока просто прицельчик. Пока он не уменьшается. Не увеличивается. В отличие от дальности. Хотя это особо не нужно. Точнее не особо нужно. Так как оно мне даже не нужно было на ПК. Оно в принципе ничего такого не делает. Ну сам прицельчик конечно нужен. Но такой особой роли то у него нет. Так. Он начал светлить. Да. Уже меня меньше видно в камере. Вот. Пока нету таких сундучков. Ящичков которые нужно ломать. И так вот. Барабанная дробь. Это тот самый сундук. Как вы видите. У нас тут целых 2 ПМа. Три научные аптечки. И у нас тут появился новый предмет. Лимонад колокольчик. Вот. Лимонад почти не испортился. Прикольно. И АКМ. АК-74. Вот сейчас я вам наконец покажу его. Заходим в раздел оружие. Смотрите. Сейчас просто выпущу одну обойму. Так чисто для того чтобы вы послушали. Видите. Он быстро все сделал. А. Звук произошел еще раньше. Прицел у него сделан тоже хорошо. Все в общем нормально. Сейчас я вам покажу пасхалку. И наверное на этом мы закончим. Так как особо тут больше ничего и нет. Конечно вот если я найду АК-74У. То тогда сделаю еще один обзор. Именно на это оружие. Такого найти тут трудно. Он где-то около железной дороги. Но вот где именно. Там ли он в туннеле. В том ли он в туннеле. Там есть еще один справа туннель. Но если мы пойдем туда. То обратно не выберемся. Не помню. Было ли это в оригинальной версии или нет. Но выбраться нам не получится. Так как там появляется завал. И все. Нам никак не получается уйти. Так. Вот тут-тут и находится эта пасхалочка. Не знаю. Нагадались вы еще или нет. Нам надо выстрелить в этот замочек. Итак. Барабанная дробь. Ой. Сейчас должна произойти вибрация. Кровосос. Стой. И как видите он исчез за холмом. Так как это просто пасхалка. Убить его нельзя пока. Он не исчезнет. Ну вот такая вот пасхалочка прикольная. Не знаю. Я поищу. Так. По идее следующим. На очереди должна игра быть. Occupation Donated. Но если я найду АК-74У раньше. То тогда сделаю про нее первый выпуск. Ну. В общем. Мы наверное будем заканчивать. С вами был Волф. Заходите в группу. Подписывайтесь на обновления. Скачивайте. Следите за новостями. И. Конечно же. Ставьте лайки на видео. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.